здравствуйте вот и началась мука с новой системой вида что я могу сказать это очень отвратительно в общем смотрите заходим на сайт fab чтобы забрать наши бесплатные ассеты и тут мы находим некую приколюху виде того что у нас выдается пока всего лишь три ассета раньше выдавали 5 в месяц ну возможно в этот месяц нам дадут 6 ассетов если посмотреть вот сюда на английской версии limited time free until 1119 до 10 часов в общем нам выдают вот эти три ассета бесплатно то есть мы их можем забрать до 19 ноября ну я предположил что у нас будет как раздача до 19 и 19 еще три ассета выкладывают то есть получается что месяц у нас выдадут 6 но с одной стороны это хорошо с другой стороны может быть и плохо то есть всего лишь две недели нам чтобы забрать бесплатно с это некоторые уезжает в отпуск на две недели или еще что-нибудь так ну давайте посмотрим что вообще с ассетами какие они и что там первый ассет это у нас военный аэропорт скобочка здесь написано военная база и всякое реквизит военный общем то что они конечно вели фаб может быть и хорошо но они не продумали очень много нюансов то есть чтобы вам добавить вообще в свою библиотеку надо обязательно зайти на сайт раньше можно было через приложение сейчас надо обязательно заходить на фаб активно то есть точнее войти в свою учетную запись нажать здесь кнопочку добавить библиотеку чтобы она у вас была чтобы вы могли уже в движке и и открыть добавить проекту и так далее в общем когда нажимаете вот здесь кнопочку у вас написано уже приобретено и можно уже загрузить нажимайте загрузить и здесь нам говорит ну да ты для unity можешь это загрузить и пожалуйста используй но для ангел энджин тебе нужно приложение но точнее плагин папу е5 который работает движке 535455 на данный момент в будущем естественно и выше так в общем отсюда просто загрузить нельзя это тоже плохо давайте посмотрим что из себя представляет этот ассет военной базы я его загрузил это 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 что-то мне показалось как будто даже загрузка чуть дольше шла но может быть это мне показалось может быть у меня интернет потупливает сожалению которые действительно происходят такие действия здесь в общем стоит постпроцесс вот такой темный я его выключил чтобы чуть-чуть посветлее был не особо мне понравится не понравилась эта контрастность такая темная что-то что-то темное в этой вселенной давайте запустим посмотрим из-за того что у нас прогружается люмин и есть некие проблемы да ближе сюда подберет подлетим и она чуть 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 ну как чуть-чуть сильно притормаживает в общем как видите вот такие вот здесь пропсы ящички контейнеры непонятно что ну и тому подобное что принципе для военной базы вообще необходимо если взглянем но сеточку она по мне так очень хороша вполне достойно можно юзать взглянем на шейдеры шейдеры как вы видите все зеленые это означает что все хорошо естественно прозрачные стекла они у нас белые красные белые ну и там подобное красные у нас выходит landscape там видимо как и у большинства текстура накладывается друг на друга в общем это принципе почти нормально для большинства ассетов ну так симпатично можно использовать отличный ассет давайте перейдем ко второму второе это у нас айпер выделение и система символов версия 2 если посмотреть ну я как и сказал у нас интернет подтупливает вот эта система выделения здесь показывается различные виды сейчас мы ее принципе загрузим но сделаем небольшую небольшой отступ так скажем чтобы добавить ассеты проект необходимо зайти в фаб если вы установили плагин и включили его вы заходите вот нажимаем на кнопочку фаб открывается да то есть и здесь уже есть адд то project но в данном ассете как вы видите написано view fan world это означает что посмотрите в общем по библиотеке ну что типа того на самом деле это означает что эта штука не добавляется к проекту она является новым проектом то есть если вы видите вот эту кнопочку значит надо заходить в epic games то есть вам черт наш старый и оттуда нажать давайте загружу его заходим в библиотеку быстренько листаем до наших плагинов ассетов и тому подобное естественно он подключивает как и обычно нажимаете обновить библиотеку и далее вбиваете как называется наш плагин по-другому просто вы никак не найдете вы пишете hyper и мы видим что здесь написано новый проект то есть нажимаете новый проект создаете его где вам необходимо и используйте данные штуковины в общем это я объяснил давайте посмотрим что из себя представляет запустим в данном случае у нас получается что разработчик так очень-очень сильно тупит давайте чуть-чуть может у меня процент выкручен хотя нет у меня процент не выкручен давайте на всякий случай поставлю какой-нибудь 68 может попроще мне будет обработка так смотрите это показывает то что ей какие есть вам плагины продают принципе реклама крупного блогера здесь он показывает как это все настраивать здесь уже сами почитаете а это вот как раз таки то что нам необходимо кастом дэв стелс вал один здесь стоит 3 естественно она из выглядит ярче здесь уже 5 в общем настройка своеобразно здесь показывает как она включается выключается можно резко или здесь определенное количество времени далее мы можем допустим те же самым лайн трейсом щелкает на персонажики и видим что он выделился либо щелкнуть еще раз он прекращает выделение но и здесь тоже самое только здесь показывается как раз таки символы которые над ними принципе не сложная вещь делается все все лично я не знаю зачем с одной стороны он создал этот плагин и продавал его это он продавал его за 30 долларов когда большинство ютуберов показывали как это сделать вообще бесплатно так но как видите да там есть переключение прозрачность скажем видимости нашего выделения через стенки ну и здесь тоже много что написано в общем как материалы и так далее так закончим с этим перейдем к третьему это у нас будет стая лесных зверей как видите здесь показывается некоторые виды животных зайцы лисы олени лоси волки и тому подобное и медведи загружаем смотрим как они выглядят почему-то разработчик сделал на разных картах хотя можно было одну карту для всех зверей в одной позе хотя бы сделать для обобщенного вида в общем вот такой мишка как вы видите здесь у нас наложение нескольких слоев сеток я вот думаю что если мы включим варфрейм да как минимум три слоя наложения раз два и вот здесь будет виднее вот раз два и три то есть шерсть состоит из трех наложений прозрачной текстуры либо маскированной текстуры что скорее всего и верно здесь также имеются анимации у медведя и у всех остальных животных скелет то есть можно сделать что они будут передвигаться ну и если мы запустим посмотрим как вообще анимации выглядят представьте что медведь на вас нападает вот вот так это будет выглядеть примерно но ничего принципе пойдет возможно даже мы используем вот этот ассет для добавления в игру которая начинаем разрабатывать так перейдем второму виду животного здесь кабанчик здесь все тоже самое показываются виды анимаций я быстренько пробегусь по нашему животным как заметно такие наложения нескольких слоев но вот такого ракурса извиняюсь с такого ракурса выглядит но почти ничего а издалека даже приемлемо но когда вблизи подходите прям видно что это не особо красиво далее у нас леса все также наложение трех слоев и мы заодно давайте пройдем и посмотрим сколько у нее по сеточки так это сейчас я замечу если не замечу сложно сказать так 10000 треугольников но ничего нормально ох жестко у меня тупит что-то возможно так запись мне прекращает нормальную передачу кадров так но и пройдемся здесь у нас волк с тремя видами материалов я вроде заходил на рисунок а и на с ну давайте посмотрим на последнем хотя бы как выглядит шейдер на этих зверях так сейчас он прогрузится почти прогрузилась заняло это почти две минуты почему-то и вот как видите она еще чуть-чуть подвисает так но нормально из-за того что это маскированная скорее всего материал но мы сейчас тоже взглянем она она и зеленая то есть три зеленых наложения более светлый темнее и еще чуть-чуть темнее виднеется окей давайте посмотрим на зайцы его материальчик так у него два материала это основной и вот как раз таки на уважение посмотрим именно материал на уважение так опасти маска да вот она а нет вот она то есть он вырезает интересно ну да вырезает прозрачная часть из основного в общем основной основного изображения так ну на этом все то есть три ассета как вы видите обязательно забирайте до 19 ноября как минимум один ассет более-менее из них играбелен так скажем и часто может использоваться а на этом все до скорой встречи всем пока